В 1992 году на территории бывшего еврейского гетто был установлен памятник его узникам. Евреи, веками составляющие существенную часть населения города, проживали в определенных кварталах. В 1941 году 11500 человек, не успевших эвакуироваться, по распоряжению генерал-губернатора Бессарабии Вайкулеску, согнали в образованное за два дня гетто. Кишиневское гетто было временным пристанищем и уже в ноябре 1941 года практически всех евреев депортировали за Днестр. В июле 2013 года памятник жертвам еврейского гетто был осквернен неизвестными, которые нарисовали на плите фашистскую свастику. Что-то слышал, но конкретно ничего не знаю. Знаю, что здесь есть кварталы, там были когда-то державы евреев. Вот это я знаю, что... подробно я как бы не знаю. Я знаю, что там. Гетто на Кишиневке, а штата Гетто, или, в фабе, неурок, в основном, в основном, в республике Монтал, это был кратер, который блокировал всю эту популяцию евреев, не из-за своей длинности, а из-за идеологии, которые были в основном наизищества. Ну, я иногда вот иду, я там почти рядом живу, и смотрю, там всегда цветочки, всегда прибранно, ничего не делая там плохого. Памятник поставили в начале 90-х, 92-93-й. Его делали, делали его два выдающихся человека, Шохет и Эпельбаум, Шохет как архитектор, Эпельбаум как скульптор. Это фигура, которая держит некий текст, это может быть, это кто как понимает, да, это может быть Тора или Десять заповедей, с одной стороны, может быть просто некая вот символ книжности, мудрости, с одной стороны, да, у неё рука заглублена в сердце, она, не знаю, рвёт из себя или наоборот, эту дыру пытается восполнить, вот вырванное сердце. На самом деле, действительно, это кусок мяса, вырванный из общества, я не имею в виду, что это из еврейского, не только из еврейского народа его кусок вырван, это кусок из человеческой популяции, из генотипа вырван. Для меня этот памятник символизирует холокост евреев, что немцы во время войны очень много плохое сделали, очень. Я, например, не знаю, пока не знаю, сегодня я видел, и я знаю, что это не значит, что это значит. Этот монумент мне очень рад, это очень красивый, просто, я не знаю, что это было очень хорошо, это было 5 лет назад, даже в 19-летних лет, 20 лет, это было очень хорошо, В смысле, мне кажется, что есть так, что те, кто не знают о Гитаре в Кишеноу или не знают о Холокосте, как я работал в Кишеноу, могут найти больше проблем с этим. Может повториться то же самое. История идёт по спирали. На любых ошибках мы можем научиться. Просто хотим ли мы это делать? Это тот момент, что, может быть, может, мытальзировали, даже если люди не хотят быть хорошими с ними, чтобы никто не понимал, что есть этой силы. Это эмоции негативные. Например, когда мы видим возникновение нашей территории, это эмоции негативные. Умоля и фашисты, в самом деле. Классический колобрат, символ солнца, символ переживания. Идиоты есть просто. Вот и все. Просто рисует нечем для нас. Думаю, что они главнее той нации. Я думаю, что это, во-первых, молодежь, скорее всего, которые не знают, что не жили в то время, во время войны, и не знают ни Гитлера, ни то, что он делал. В минувшие выходные в социальные сети попали фотографии молодых людей, которые устроили фотосессию на еврейском кладбище в Кишиневе. Парень и девушка осквернели память усопших, показывая неприличные знаки и фотографируясь на могилах. Этот случай вызвал большой резонанс среди пользователей социальных сетей. Ну, раз рисуют, значит, есть. Мне кажется, нормально относятся к евреям. Антисметизм есть, он был и он будет, он всегда будет. Я себя как-то уговариваю, что это просто, ну, буквы симпатично, интересно выглядят, поэтому дети их рисуют. Да, вот как-то так. В этом есть своя опасность. Потому что вот такая эстетическая привлекательность какой-то символики, да, какой-то свастики какого-то зигха или прочего, она тоже вызывает у детей желание играть в эту игру. Это дети в основном. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...